Представители знака Зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие! Дару расклад, поворот судьбы, переломный момент. И правда, я делаю этот расклад в начале июня, и планетарно это тоже такой своеобразный переход, можно сказать, между эпохами. Что-то меняется и в нашей жизни, может быть, за счёт обстоятельств, в которых мы находимся, или ещё какие-то события происходят, которые мы не можем отменить. Нам нужно какую-то новую стратегию, тактику свою отстроить. И жизнь, помним, не бывает полностью предсказуема, и порой она напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот в этом контексте какой-то игры, жизни или поворотного момента событий. Давайте рассмотрим, сделаем наш сегодняшний расклад. И если мы говорим поворотный момент, это всегда есть до и после. И мы приблизительно так и построим наш прогноз. Первые шесть карт я достану в позиции. Первые три. События ближайшего будущего или то, что, возможно, происходит в вашей жизни сейчас. И три вторые, вторая тройка, будут говорить об отдалённом будущем. Давайте узнаем, как для вас видят вторая половина, может быть, 2024 года. Но я не ставлю сроки. У кого-то может проиграться за пару дней, пару недель или месяц. А у кого-то этот период продлится до конца года. Итак, события ближайшего будущего. Три карты. Как карты видят какую-то вашу историю. События отдалённого будущего. Что из этого получится? В чём риск, ваш риск? От чего вы откажетесь сами? Что скрыто, что вы можете не заметить, но нужно принять во внимание? И что вам будет помогать? Первые три карты, ну, это вы сами. Чаще всё-таки это королева кубков. Вопросы семьи, вопросы личной жизни, взаимоотношения с вашими домочадцами, с вашими родными. Может быть, вы будете заниматься вопросами детскими или родственников вашего супруга. Но, наверное, личная жизнь у вас стоит на первом плане. Или, безусловно, то, что вы себе запланировали. Видите, если карта-сигнификатор практически выпадает, это ваши планы, это ваша какая-то личная самореализация. Давайте откроем. Это то, что происходит с вами сейчас. И вот от этих сомнений, ведь ничто не угрожает. Нет никаких, ну, таких конкретных помех. Но есть сомнения. Девятка мечей – это карта внутренних страхов. Это не объективная карта. Это как раз субъективизм, основанный на том, что мы представляем. Или то, что мы можем додумать. А реальность-то, она как будто совершенно другая. Может быть, есть какой-то момент или какое-то событие, обстоятельство, или то, что вы себе запланировали. Тогда карта нам говорит «не сомневайся в себе». Вообще, по сути, нас уводят к основной теме «будь реалистом». Здесь ни разу не про эмоции, видимо, на последующий период. И вам придется оценивать очень здраво, что происходит вокруг вас. Слушать, что люди говорят. Это не говоря, что мы собираем специально какие-то там сведения. Но в целом для оценки ситуации любой. Или правильно, адекватно отреагировать на какие-то обстоятельства в вашей жизни. Все же у меня смотрят люди из разных стран, и у кого-то сейчас достаточно такая сложная обстановка, когда правда не просто нужно быть реалистом, а еще нужно обладать мужеством определенным. Все-таки карта страхов может об этом тоже свидетельствовать, что ты на что-то не закрывай глаза. Какой-то вопрос тебе все-таки придется решать. Давайте мы посмотрим, что-то завершается. Тринадцатый аркан – это карта трансформации. И хотим мы или нет, что-то из нашей жизни может уйти. Могут быть разные свидетельства о том, что... Ну, может быть, редко, когда тринадцатый аркан, аркан смерти, говорит о том, что буквально какая-то физическая смерть наступает. Но у кого-то может и проиграться, что это уже случилось. Мы ведь с вами в самом начале сказали, что это то, что вы сейчас чувствуете, или что было недавно, но оно оказывает влияние на теперешний момент и на ближайшее будущее. Так вот, какие-то воспоминания о том, что вы не могли совершить, создать, или вы не могли это исправить, а вот оно именно сложилось таким образом. Ну, вот сложные сомнения, они вам добавляют какого-то хаоса в жизни, мои дорогие. Давайте будем открывать нижний ряд. А посмотрите, тут король мечей. У кого-то могут быть конкретно согласования в высоких инстанциях. Для кого-то, может быть, придется пройти обследование, знать наверняка, в каком сейчас статусе мое здоровье. Это не совсем про наши ощущения, а вот именно объективно, и вы будете заниматься сами собой. По этой карте могут проходить согласования в высоких инстанциях. Для кого-то вопросы, связанные с судом, разбирательствами, или кто-то, кстати, с учетом королевы кубков, вы улучшаете свои жилищные условия. Или делаете ремонт, или переезжаете куда-то, или согласовываете какое-либо оформление. По королю мечей мы можем обращаться к юристам, чтобы знать, как в отношении нас работает закон, или как правильно оформить какой-то документ, как правильно организовать то или иное дело, вопрос. Вот много таких направлений по королю мечей объединяет что? То, что есть реализм, логика, и все, и вот реальность. И нет никаких эмоций. Значит, какой-то период жизни для вас, мои дорогие, нужно быть дважды, трижды реалистом. Тут не время, как и сомнениям, так и розовым очкам. Здесь какие-то вопросы вам действительно придется решать в нашей реальной жизни, или что-то согласовывать. Но это нам добавляет силы, как ни странно, потому что времени не остается на глубокую и ненужную философию. Давайте мы посмотрим на смену девятки мечей или внутренним страхом. У нас приходит паш кубков. Это карта радости, карта счастья, карта приятных новостей, добрых предложений, каких-то возможностей. По части личной жизни, мои дорогие, тут правда какое-то предложение либо вы делаете, может быть и вам делает. Но есть еще и момент, что паш держит кубок, и из него выглядывает рыбья голова. Это свидетельствует о том, что финансовые вопросы могут перекликаться с личной жизнью. Но сама по себе карта позитива. Поэтому, как и в личной жизни, как и в вопросах финансов, в принципе, ведь у вас все хорошо. Или даже может что-то на последующий период радовать. Все неплохо складывается. Но даже если какие-то вам придется делать согласования, но, будучи реалистом, а вы, мои дорогие реалисты, это точно, у вас все получится со всеми договориться, все бумаги оформить или по себе самому, или самой прояснить те моменты, если мы говорим по здоровью, то, что необходимо узнать эту реальность. И, скорее всего, это благополучные новости для вас с учетом пажа кубков. Вообще, в принципе, спокойное течение жизни. Давайте мы посмотрим. А тут какая-то возможность для кого-то получения денег, у кого-то, мои дорогие, просто вот эти карты проиграются оформление наследства. Правда. Потому что у нас выпадает туз монет. И это конкретно деньги. Деньги есть, деньги будут. Об этом нам сказали. Или у вас будут удачно решаться вообще, в принципе, вопросы финансов. Какая-то новая стратегия может быть заложена. Все же туз – это у нас прообраз, как зерно. Но это наши начинания, которые в последующем дадут добрые всходы. Но все же и с учетом 13-го аркана, хотя я больше рассматриваю эти позиции, как я сказала, до карт. Это как причина или то, что мы имеем сейчас, а это уже следствие на отдаленный период. Поэтому даже по 13-му аркану какие-то либо бонусы, либо, ну, вот есть для вас либо выгода, либо доброе какое-то событие, либо, если правда, конкретно сожаление по человеку, который ушел из жизни. Значит, вас эти сложные эмоции и чувства, они вас оставят. И если держали до этого времени вас как в тисках, вы и старались не думать о какой-то проигрышной ситуации, или то, что вот вы прежде не могли изменить. А здесь все равно жизнь берет свое, судьба находит выход. И постепенно вот это тягостное чувство, оно вас оставит. Но все же будем говорить, 13-й аркан – это в первую очередь трансформация. Поэтому это трансформация ваша. Благодаря нам самим все же первая карта королевы кубков. И даже если меня смотрят мужчины, значит, это может быть какая-то важная женщина или супруга ваша, или где-то ваши энергии, но они такие более лояльные, они спокойные, дружелюбные, миролюбивые, скорее на созидание направлены, на эмпатию к окружающим, так и где-то, я могу сказать, к социуму. Для кого-то из вас вы очень чувствительный знак зодиака. Вот эта девятка мечей может как раз и говорить, что вы очень остро воспринимаете чью-то чужую боль. Но в этом состоянии невозможно застрять надолго, и правда жизнь берет свое. И у вас, посмотрите, все равно вот это состояние, если сейчас проигрывается, как глубокое сожаление по какому-то вопросу или по какому-то человеку конкретно, но это все равно вас отставляет, потому что у вас какие-то дела, во-первых, намечаются, или то, что вы сами себе наметили, и вам придется переключиться в область реальных событий или какой-то жизненной конкретики, когда не будет попросту времени на вот эти эмоции, которые вас уводят на глубину от того, что существует или присутствует каждый день в нашей жизни. Поэтому реализм нас всегда возвращает к жизни. Это правда, железно работает. Ну а следом приходит как и радость, так и еще какие-то финансовые возможности. Давайте мы пойдем дальше, и мы с вами спросим, в чем риск? Праздник нам показывают. Никакого риска не видят. Разве что лишить себя праздника. С учетом этих карт, это точно. Если устроить себе ненужную глубокую философию или поддаться чувству разочарования, мои дорогие, жизнь идет вперед. Это так. И даже если есть то, что вы не можете изменить, то, что вас больно ранило, будь то через людей, будь то, может быть, сложная ситуация на работе, может быть, в обстоятельствах, ну, любая ситуация, но все равно набраться сил, чтобы идти дальше, определенно стоит. Вот этот праздник, он должен состояться. Да, конечно, карта говорит отчасти для кого-то из вас. В чем риск? К примеру, иногда так проигрывается любовный треугольник. Поэтому тут тайность может стать явным с учетом этих карт. Будьте осторожны. Вот в этом риск, пожалуй, единственный. Что же, от чего вы откажетесь? Это карта скорости. Может быть, какое-то предложение летучее, которое спешит, буквально врывается в вашу жизнь, а вы кому-то скажете нет. Или вы откажетесь от поспешных действий. Или вы откажетесь от какого-то предложения, потому что сочтете, ну, как-то не совсем оно надежно. Или вы откажетесь от еще какого-то варианта, потому что он не будет согласовываться с законом. По этой карте это просто будет больше возможностей с учетом королевы кубков, возможности отдохнуть, привести мысли в порядок и для себя наметить новый план действий. Я не вижу того, чтобы... Вот действительно, как, знаете, что-то такое судьбоносно важное, от чего вы отказываетесь. Или, если мы говорим, поворот судьбы. Так вот, это было бы то событие, когда я отказываюсь и делаю какой-то выбор. По сути дела, мои дорогие, у вас и выбора такового нет. Ведь нам просто описывают ситуацию, которую вы можете переживать на данный момент по тому, что уже сложилось. Или то, что случилось совсем недавно. И последующий, тут одна задача. Просто не устраивать себе каких-то внутренних страхов. А кто-то ведь, правда, может пойти к докторам, врачам для того, чтобы бороться с инсомнией. И если бессонница, она уже перешла в хроническую форму, ну, может быть, и следует собой заняться. И добавить, вдохнуть в самого себя буквально жизненные силы. Ведь сон это очень много значит. И тогда вы будете просто отдыхать. Вы можете отказаться. Если до этого вы работали на двух работах, или какие-то у вас были обязанности, когда вы откликались всем, а теперь по этой карте скорости вы не захотите откликаться. Вы, может быть, даже урежете размер своей помощи, буквально физической. Вы, может быть, ну, вы люди участливые, вы чаще как раз ходите в положение человека, а здесь себя поставите на первое место. Есть какие-то ваши личные задачи, и отдых совершенно необходим. Давайте мы тогда узнаем, что же тогда скрыто. А вы не видите, что вы можете отправиться учиться, к примеру, совсем скоро. Или это может быть известие вас от вашей организации, скажут, нужно идти на курсы, например, или предложат какие-то курсы, или как-то сложатся обстоятельства, что вы примете решение, мне не хватает знаний. Кто-то еще тут, исходя из того, что как вы закроете какую-то сегодняшнюю тему, может быть, где-то отдохнете с большим вдохновением, посмотрите в будущее. Или оцените свои собственные мечты и желания. По тройке монет мы всегда сдаем экзамен. И для кого-то это буквально может как обучение быть, и последующий экзамен, может быть, который попадает как раз на летний период. Вы уже теперь востребованный специалист. А для кого-то это вы идете только учиться, может быть, это вы поступили. Самая разная позиция в плане обучения. Но по этой карте нам говорят, что все то, что ты учишь, изучаешь, в последующем ты переложишь на финансовые рельсы, и тебе это принесет доход. Даже если вы учите иностранный язык, значит, вы, если профессионал в своем деле, в последующем эти языки вы можете как-то применить в своей работе, и будете более действительно востребованным специалистом. Одним словом, это практики нам показываются, и те наши уже практики в последующем, которые как в расширенной возможности в связи с новыми знаниями. У кого-то экзамен жизни с учетом вот этих предыдущих карт и всего того, что я говорила. Что вам будет помогать? А когда хандра какая-то уйдет из вашей жизни, может быть, как раз вот вы разберетесь. Прежний какой-то период сомнений, внутренних страхов, он заканчивается. Кстати, вот этот дуплет карты об этом тоже может говорить. И вы с большим вдохновением и желанием какой-то свой план будете осуществлять. И это вас тогда настолько отвлечет от каких-то грустных мыслей или от ненужных самокопаний, сомнений. Потому что вы будете увлечены, скорее всего, своим делом. Ведь не случайно, обратите внимание, у вас выпадает тройка кубков, мы говорим, праздник. Для большинства, по крайней мере. И тройка монет, сдача экзамена, переход на новый уровень, в новый статус, какие-то новые возможности. Для кого-то из вас это может отражать, как что скрыто. Есть возможность получить должность, построить карьеру. Тут до бесконечности можно продолжать. И по тройкам это всегда новый жизненный этап. Поэтому будь то есть реальный экзамен, либо это, ну, так аллегорически говоря, Но это правда, вы на новом жизненном этапе. Но я не могу сказать, что это какая-то ломка. Все-таки вот эта трансформация, как проходит по 13-му аркану, с учетом всех выпавших карт. Это более мягкие для вас энергии. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.